Всем привет, ребята! Вы на канале Тойчо, и сегодня мы продолжаем играть в секрет Генри. Закончился последний сегодняшний урок. День прошел очень быстро. Генри уже стоит у дверей с рюкзаком на спине. Я подхожу к нему. Ты готова? Ничего не изменилось. Мы идем ко мне. Конечно, я не забыла. Я взяла с собой все вещи. Ну, тогда пошли, иди за мной. Мы выходим из лицея. Генри останавливается у машины и открывает дверцу со стороны пассажира. Вот это да, у него есть машина, к тому же очень даже неплохая. Наверное, видно, что я удивлена. Напоминаю, что мне восемнадцать лет. Я уже несколько месяцев назад получил права. Да-да, я не подумала об этом. Тебе страшно? Нет, конечно, нет. Я всего лишь представляла себе, что ты ездишь на автобусе, уткнувшись в книгу. Как ты видишь, у меня есть машина. Он приглашает меня войти. В его машине очень чисто, но меня это не очень удивляет. Мне кажется, что он из тех, кто чистит каждую виноградинку перед тем, как съесть ее. Он тоже заходит, кладет свою сумку на заднее сидение и устраивается. Он выглядит более зрелым в своей машине. Я смотрю, как он пристегивает ремень, заводит мотор, смотрит в зеркало заднего вида и плавно выезжает из парковки. Я никогда раньше не обращала внимания, что у него очень красивый профиль. Что-то не так? Блин, меня опять застали за тем, что я наблюдаю за ним. Мне странно видеть тебя за рулем. Да? Да. Тебя это делает более взрослым. Я воздержусь от замечания, что у него красивый профиль. Кстати, я начал читать твой роман. Что? Уже? Он достаточно интересный. Я не думал, что ты читаешь подобного рода книги. Хотя да, после нашего последнего похода в магазин Йоана, думаю, что в тебе меня больше ничего не удивляет. Да, вот видишь, можно любить Лаки и быть девушкой Гиком. Он улыбается, не глядя на меня, полностью сконцентрировавшись на дороге. Какие еще литературные жанры тебе нравятся? Мне нравится все фантастическое и романтичное. Я немного сентиментальна. Точнее, много. Однако, я ненавижу все, что связано с ужасами и насилием. Ты уже что-нибудь читала в таком стиле? Алекс пробовал заставить меня читать, но у него ничего не вышло. Я очень расстраиваюсь из-за таких вещей. Но если конец хороший, то мне подходит. Хм, да, понятно. Тебе кажется это глупым? Нет, я бы не посмел так сказать. Ты проходишь мимо очень интересных романов, но это твой выбор. Получается, что в книге, которую ты мне одолжила, счастливый конец? Упс, извини. Я буду в курсе, в следующий раз, когда ты мне дашь почитать что-то еще. Они жили долго и счастливо, и у них было много детей. Я хлопаю его по плечу. Ну нет, она не так заканчивается. Ты смеешься надо мной? Хе-хе-хе-хе, я немного тебя подкалываю, вот и все. А в музыке, кроме Франсиса Кабраля, что ты еще слушаешь? Ох, ну мне все нравится. Сейчас я слушаю много мистерии, мы с Алексом обожаем. А Джей, кажется, Жасмин его фанатка. Он бросает на меня быстрый взгляд. Да, Жасмин очень фанатеет по нему. А тебе он не очень нравится? Можно сказать, что нравится, но рядом с Жасмин я полный дилетант. Да, понятно. Но мне нравится его музыка и о чем он поет, хотя я знаю, что парни недолюбливают его. Да, это можно понять. Его всегда окружают стаи разгоряченных девчонок. Это не делает его интереснее для парней. Мы приехали. Ох, мы остановились перед великолепным и роскошным домом. Это дизайнерский дом, но без излишеств. Кажется, что Генри из состоятельной семьи. Проходи, добро пожаловать. Вау, ничего себе! У него такой красивый дом, очень светлый и просторный. Здесь повсюду музыкальные инструменты. Гитары, виолончель и даже рояль в глубине гостиной. У тебя действительно очень красиво, Генри. Спасибо, моему отцу будет приятно. Это он занимался интерьером. Ты живешь с отцом? Да, мои родители не живут вместе. Моя мать живет в Париже. Хочешь что-нибудь выпить? С удовольствием, спасибо. Ананасовый сок? Отлично. Генри? Привет, папа. Познакомься, это Лайла. Я готовлю с ней доклад. Я узнаю человека, который был с Генри в красивом музыкальном магазине. Все такой же элегантный и стильный, он отличается от своего сына. Он обнимает Генри. Привет, сынок. Он протягивает мне руку. А вот и Лайла. Приятно познакомиться. У него приветливая улыбка. И обаятельная. Я Антуан, его отец. Это на самом деле его отец? Добрый вечер, месье. Ты можешь звать меня Антуан. Добрый вечер, Антуан. Так намного лучше. Хорошо вам поработать. В гостиной вам будет очень удобно. До вечера, Генри. До вечера. Я собрал кучу всяких документов и книг для доклада. Я пойду их принесу. Они наверху в моей комнате. Я сейчас вернусь. Мне хочется посмотреть на его комнату. Давай я тебе помогу. Как хочешь. Я иду за ним по лестнице. Я не знаю, чего мне ожидать, когда я вхожу в его комнату. Она сочетается с остальной частью дома. Я думала, что там будет куча постеров с героями из комиксов на темных стенах. Компьютеры с несколькими экранами, разбросанные книги и комиксы. Ничего подобного. У него очень светлое и солнечное, хорошо убранное, не то что моя, комната. На его письменном столе стоит ультрасовременный компьютер. В его комнате еще есть большая библиотека с впечатляющей коллекцией книг, комиксов и видеоигр. И в завершении картины в углу комнаты стоит великолепная виолончель. Ты можешь взять вот это, если хочешь. Он показывает мне стопку книг. Я беру их. Он берет документы, ноутбук и выходит из комнаты. Я иду за ним. Он садится за большой стол в гостиной, раскладывает все свои листы и включает компьютер, который загружается в полоборота. Смотри, я немного разобрался в наших идеях с прошлого раза. Он показывает мне начало своей работы на компьютере. Что ты думаешь, если мы начнем с этого, а потом затронем эти два пункта? Я осторожно наклоняюсь к нему, чтобы посмотреть на экран. Мы почти касаемся. Да, мне кажется это уместным. Я тоже так думала. Но я бы еще добавила это. Нет? Он чешет подбородок. Да, это правда, ты права. Он начинает стучать по клавиатуре, несмотря на клавиши. Он печатает очень быстро. Вот так? Я снова наклоняюсь к экрану. Да, отлично. Он чувствует себя как рыба в воде, когда мы так работаем. Он хорошо владеет этой темой. Это нравится ему. Генри продолжает с энтузиазмом излагать мне свои идеи, которые пришли к нему с прошлой субботы. Я рассказываю ему о своих. Наши идеи часто пересекаются. Он в восторге. И я тоже. В итоге мы хорошо проводим время в компании друг друга. С ним все так легко. Ну вот, кто бы поверил, что я, Лайла, скажет это однажды о Генри, человеке, который отвечал только да или нет. Мы шутим, мы смеемся. Иногда моя рука ложится на его предплечье. Мой жест естественен для меня, но я чувствую, что его удивляет этот контакт. Однако он ничего не говорит. Два часа проносятся со скоростью света. Я не видела, который час. Генри, мне нужно идти домой. Я очень рада. Мы так хорошо продвинулись. Да, это правда. Я тоже рад. Я провожу тебя. Ох, нет. Я привыкла возвращаться на автобусе. Не волнуйся за меня. Я буду рад тебя проводить. Пойдем. Я не успеваю ничего сказать. Он уже стоит с курткой за спиной и ключами в руках. Готовый переступить порог. Я думал, что умру с голоду. Это утро длилось бесконечно. Это потому, что ты не слушаешь на уроках. Ну да. А ты как? Как вчера все прошло с Генри? Ты нам еще ничего не рассказала? Ты же опять сегодня опоздала утром. Ну, все прошло хорошо. У нас появилось много новых идей. Мы хорошо продвинулись. А вы? Как все проходит у вас? Так себе. Клеман далеко не самая лучшая пара. Эй! Привет. Я прочитал твою книгу, Лайла. Что? Но я ее тебе дала вчера. Я читала ее целую неделю. Я читаю очень быстро. Я привык. Эй! Я тоже быстро читаю. Если хотите, мы можем устроить соревнование. Ты хочешь с нами пообедать? Ээээ... Кажется, что Генри удивила это неожиданное приглашение. Тем более, что оно исходило от Клемана. Это доставит удовольствие Лайле. Не, ну и дурак. Я наступаю ему на ногу. Эй! А что? Разве это не так? Это ты с ним тусуешься? Я игнорирую этого придурка. Ты можешь пообедать с нами, если хочешь, Генри. Если я вам не помешаю. Я знаю, что вы любите быть между собой. Не переживай. Вчетвером тоже очень хорошо. Генри садится с нами. Это что за книга? Похоже на сериал «Мертвецы, которые ходят». Это абсолютно разные вещи. Разные, но это классный сериал. Ты тоже смотришь? Круто! Тусоваться с двумя девчонками прикольно, но с ними нельзя поговорить. А по-настоящему хороших сериалах. Хе-хе-хе-хе. Они приговорили о такого рода фильмах и сериалах на протяжении всего обеда. Клеммон был очень рад пообщаться с другой особью мужского пола. Генри постепенно становился частью группы. Ааааа, почему всегда кончаются так неожиданно? Ну вот и все, ребята. На этом у меня все. Ребят, продолжение будет очень скоро. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok